Вчера исполнилось ровно два года с момента подписания Минских соглашений. Судя по неадекватным действиям украинской стороны, можно предположить, что некоторые политики незалежной так и не удосужились ознакомиться с текстом документа. Например, вместо того, чтобы разблокировать ДНР, как указано в соглашении, так называемые ветераны АТО, ведомые одиозными нардепами, перекрыли в минувшую пятницу участок железной дороги Ясиноватая Константиновка. Блокада железнодорожного перегона Ясиноватая Константиновка стала третьей подобной акцией бывших ВСУшников. Две недели назад они перекрыли участок железной дороги в Луганской области, позже в районе Артемовска. Незаконные действия горе-активистов жители Украины вообще и железнодорожники, в частности, восприняли, мягко говоря, без воодушевления. Мне 63-й год, а я все еще воюю, понимаешь? Я все еще воюю. Идите в Верховную Раду. А вы хотите оттуда, на железной дороге, да? Идите в Верховную Раду и стройте там. За бабами прятаться хочешь, да? За какими бабами? А ты как кушкат? Кормальное явление за бабами прятаться. Так вы у нас в карманы влезли. Он соляр купалит, а кто за него будет платить? А вы влезли нам в карман. Вот представьте, вашего ребенка в нем нет. Я бы не пустила ребенок. А кто такая, что вы не пустите? А кто должен отвечать? За кого воевать? А я в такой бы президент, все Кацапа, отсюда в Ишелолове выгнал. Мы за себя стоим. За право работать. За право работать. Пока банда националистов демонтирует железнодорожные пути и возводит палаточные городки, правительство Украины просчитывает риски, возникающие в результате такого самоуправства. До сих пор по железной дороге с территорий ДНР и ЛНР на Украину ежегодно отправляли. Около 9 миллионов тонн антрацита. Транспортная блокада грозит украинцам веерными отключениями электроэнергии и досрочным окончанием отопительного сезона. Мы как страна сегодня, на мой взгляд, находятся на грани пропасти и энергетического коллапса. Впрочем, карикатурных политиков вроде Семена Семенченко, одного из организаторов блокады, меньше всего заботят социальные и экономические проблемы Украины. Главное для них – дешевый пиар, который потом можно конвертировать в деньги и власть.